Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. У нас сегодня в гостях у «Целебной кулинарии» певец-композитор Михаил Муромов. И вы знаете, я его как-то знал до этого только по песням, мне они нравились. Овощная песня, овощная. Западала действительно как-то в память, но на программе я узнал его совершенно с другой стороны. Это оказался человек, я бы назвал его энциклопедистом. Знает буквально-таки все, и то, что знает, досконально знает. Собственно, вы угадали этот вопрос, потому что мне когда спрашивают, что я читаю, я говорю энциклопедию. Мне этого достаточно. А это не просто, это знаете, это уже какое-то мировоззрение должно быть у человека, который любит читать энциклопедии, а не что-то такое. От дедушки достался Брагаус и Фром полностью. 84 тома. Я даже не знаю, что это такое. Как, не знаете, энциклопедия, как у Ленина стоит там. Ну вот, 84 тома, 4 дополнительных, удивительного набора вообще. 4 дополнительных, это пока писались тома, уже пошла новая информация, ее тоже опубликовали. Молодцы. Вот, очень сильная энциклопедия, я поэтому, когда спрашивают, что читаете, энциклопедия. А что мы сегодня будем готовить? Мы будем готовить, это называется, мясо будет, во-первых, будет салат. Обязательно мы, потому что салат, я всегда перед употреблением мяса обязательно ем салат. Салат это называется, как правильно назвать, весенняя радость. Ну, у нас сейчас вот весна, допустим, а в принципе зимой особенно приятно. Вот этот аромат, который от травы, от зелени идет. Но базовое должно быть в салате, это обязательно капуста. Я вообще режу капусту со шпинатом и потом это сильно-сильно мну. Чтобы сок пустило. Чтобы дать, а уже слюна пошла, да, слюна? Да, 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 слюна пошла. Я один раз рассказал, вторая масса, которую будем делать, называется хакампетта. По телефону рассказал, как делать. Журналистке, она говорит, так все, прекращаем, я пошла есть. Значит, очень вкусно, представляете, все. Итак, с чего мы начинаем? Начнем с капусты. Давайте, что мне надо сделать? Я покажу, как. Очень тонко надо порезать. Хорошо, давайте. У вас такие ножи замечательные. Керамические? Очень-очень тонко, совсем тонко. А может потереть на... Нет, не может. Нет, не может. Все. И мясо я тоже буду резать. Давайте вы капусту, а я потихну понемножку мяса. Хорошо, все, режем. Мяса нужно совсем немного. Вот смотрите, вот я отрежу, вот грамм 150 это будет, или 200. Видите, на троих хватит вполне этого мяса уже. Вот это уже можно даже и убрать. Ну, так и поступим. А мы его сейчас уберем, аккуратненько. Давайте. На блюдечко мы его и уберем. И очень важно, я уже подчеркнул, почему больше должно быть зелени, нежели мяса. Потому что мясо отлично переваривает с зеленью. Там много ферментов. И самое интересное, что вот я, например, никогда не мешаю, когда спрашивают, гарнир. Гарнир для меня лучше, это салат. Даже просто может быть эти капустные листья с лимончиком. Ладно. Хорошо. Я дополню Михаила, дело в том, что... Мясо очень хорошее. Даже неохота отрезать, а тонкие. Потому что они будут так нарезать. Если мы едим мясо с хлебом, с картофелем, это вообще-то тормозит. Конечно, конечно. Испешивание мяса. Конечно. Если мы его употребляем с зеленью, со свежей зеленью, это наоборот ускоряет. А потом люди удивляются, как это у вас такая форма, вы вроде столько едите, много. Я говорю, вы заметили, что я ем все раздельно. Зелень, мясо. А почему вы начали есть раздельно? Отдельно вот. Само собой произошло. Ну, кроме того, я же все-таки биохимик. Ага, расскажите. Вот видите, оказывается, он биохимик. То есть он уже понимает в процессах пищеварения. В процессах пищеварения пищи. Нет, я просто сдавал теорию питания. Вот. Я вообще инженер-технолог ферментативных и горбональных препаратов из животного сырья. То есть, в принципе, из крови. Я должен был, по идее, у меня закрыта специальность, я должен был быть технологом кровезаменителей. И у меня была не выездная эта специальность, по идее. Потом, правда, это сняли, эту бронь. Называется специальность 1017. 1017. Но я должен сказать, что кровь, особенно хорошая, образуется из мяса. Она скорее, 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 она из селезенки в основном, с печенкой. А, вот так вот. Образовывается. Селезенки с печенкой. А мало кто знает, между прочим, что у нас есть депонированная кровь в организме. У нас 20% в печени в основном. В основном в печени. Нет, ну она из селезенки, в печени и сама сверху, в которой крутится кровь. Но есть депонированная, которая вспрыскивается только в момент интенсивной работы. Физической работы. Да, мы вам, например, подложечкой болит. Это включается поджелудочная и печенка. Ага, значит, когда человек побежал. Побежал. И у него заколола. Не размял, не размялся. И у него заколола там справа или с милой. Значит, выделяется кровь интенсивно. Пошла. И наступает второе дыхание, и пошел. Почему, например, если резко человек начинает делать физические упражнения, проявляется ацидоз с молочной, с этой кислотой. Пятна такие, пятна. Обращали внимание, да? Обращал, обращал. Вот. Это ацидоз. Поэтому ему разумяемся, чтобы депонированная кровь включилась, и тогда уже все будет работать нормально. Вот видите, Михаил. Теперь скажу, извините, я вас перебью. Я сейчас просто вспомнил, забуду потом. Вот, например, это называется хаккенпетта. Это немецкое блюдо. Хаккенпетта. Как приводится? Нерезанное мясо. Резанное мясо? Петька. Резанное петька, по-моему. Хаккенпетта. Да. Вот. Но дело в том, что есть такое блюдо, как у поляков называется, они его называют тартар, но это происходит от слова татар. Но они его называют тартар. Так вот, это самое мясо прокручивается, а немцы его обязательно режут. Я буду долго его резать, тщательно. Мелкими кусочками? Да. Это можно не измельчать сильно. А зачем измельчить именно мелкими кусочками? Нет, можно и целос есть только, а мы здесь есть. А мы забыли же, вуксус мы не мыли. Я забыл. Ну давайте, давайте помыть вуксусе. А, я уже кладем порезал. Ничего страшного. Просто так помыть вот в руках, пожулькать, чтобы... А что делает вуксус? Это дезинфекция просто, дезинфекция, да, да. Хорошо. А еще помыть после этого, потому что нам уксус, собственно, в мясе не нужен. У вас так тут красиво. Это ваша квартира? Это мы снимаем. Вряд ли, наверное. Давитесь засветиться. К сожалению, я бы с удовольствием сказал, что это моя квартира, но... Я так знаю, что вы откуда-то из-под Ростова, да? Камень-Шахтинский, Ростовская область. Камень-Шахтинский, я бы назвать. Камень-Шахтинский. Камень-Шахтинский. Есть Новошахтинск рядышком у нас с нами, есть город Шахты. Я там выступал, кстати. Там такие терриконы кругом стоят. Да. Как будто пирамиды возвышаются. Я знаю, кто там работает просто. Ну, там сейчас практически уже никто не работает из шахтеров. Ну, да, да. А что-нибудь еще мне порезать? Так, это мы теперь сюда закидываем. Забрасываем. И будем потом давить. Да, хорошо. Хотите, можете сами подавить. Попробую. У вас же вон какие банки. Банки. Ладно. Так. Это мы сделали. И поласкаем ручки. Да, сразу солим. Сразу солим. И с солью это все жулькаем. Соль для того, чтобы лучше выделялся желудочно-кишечный сок. Ага. Кстати, мало кто знает из моей специальности, что, например, первым заменителем крови является 0,9% раствор соли поваренной. Просто. Вот, то есть, если кровью много человек потерял, можно ему шприцем в вену ввести вот этот вот 0,9% соли. Это первый такой противошоковый укол. Для того, чтобы не произошло обезвоживание. Обескровливание. Или обескровливание. Хорошо. И начиная все это с усилием, с благими мыслями. Да, 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 да. Для того, чтобы сюда еще внести свою энергетику. И, можно сказать, даже сделать приворотное блюдо. Я вам сейчас интересную штуку расскажу. Давайте. Я один раз пригласил двух девушек. Вот это интересно. С маленькими детьми. И стал делать вот этот хакинг-пет. Угу. Женщины долго смотрели. Морщились. Что неприлично, между прочим. Морщились. Дети срубили все сходу. И стали поглядывать на то, что было уже. Морщились. Да. Женщины так на это посмотрели. Они говорят, дяденька, нам еще были мало знакомы. Угу. Дяденька, а вот у вас там еще остался кусочек, говорит, в холодильник положили. Я говорю, что еще хочется? Конечно. Вот. И тут женщины начали понемножку пробовать. Чуть-чуть попробовали. Ага. Попробовали, попробовали. И срубили все. И детям не досталось? Нет, я детям порезал, хвостиком не оставался. А, хвостиком. Да. Измельчение можно... Вот, например, через мясорубку татар делают. Это не то. Во-первых, она мелко измельченная. Ну, что просто... Кладется сырая котлета. Просто сырая котлета. В нее кладется желток. Без белка, только желток. Потому что белок, он начинает все тянуться. А желток, он размешивается. А по-вокруг... Ну, Михаил все знает. Кладутся всякие специи. Вплоть до того, что, допустим, там, гранат. Ну, вот примерно так же, как едят хаш. Да? Тоже суп этот. Ну, собственно, хаш это... Ну, наш холодец, только горячий. Кстати, этот хаш, по сути, тому, что очень хорошо восстанавливает хрящевую ткань, там, допустим, что-то... Ну, естественно, ну, понятно, естественно. Вот какие-то там проблемы с позвоночничком, да? Еще помять? Нет, вам... Нет, о, прекрасно. Прекрасно, да? Так, теперь просто зелень шинковать надо, и все. Хорошо. Сюда же шинковать. Нет, лучше начать с помидора-гурса. Давайте. В принципе, этих даже много помидор. Хорошо. А кто будет есть это все? Мы потом будем есть? Да, у нас тут есть. Найдутся власть. А вот какую пользу оно приносит, вот, исходя из того, что у вас имеется и там образование специальное, пищевое? Вы знаете, я просто честно скажу, я не так... Сразу начал это делать. Я просто... Я был на одном фестивале по линии Комсомола в Германии. И меня привели, ну, к какому-то большому секретарю ЦК в ЛКСМ в Германии. И он нам сделал вот этот хакенпеттер. Только он должен делаться... Интересно. Он делается обязательно на деревянной доске. Потом раскладывается в деревянные просто плоские тарелочки, а вмешается в деревянной кастрюльке. Деревянная кастрюлька? Да, это такой, знаете, способ из тех времен еще. А дерево какое? Там дуб это было? Скорее всего, дуб, дуб, дуб. Ага, интересно. То есть еще обработается энергетика дуба, что придает особую целебную слость. Ну, опять же, аромат. Аромат? От деревяшечки. Я нормально порезал? Да, да, да. И прям как будто знали. Ага, хорошо. Настраиваюсь на вас. Потому что если мелко порезать, то вывалится вся серединка из помидорки. Так. Все, помидорки огурчик. Огурчик. Огурчики также режем. Это мы что-то не мымем ничего с вами. Они уже помыты? А помидорки как же помыты, если они были с веточкой у вас? А мы с веточкой мыли. А, со светочкой мыли? Да, я это с вами со светочкой потом, да. Это я всегда любую каламбурить, например, когда говорят, это самое, введуч... А, ну, пока, удачи. Я говорю, у чьей дачи? Что же насчет... Ну, а когда говорят, удачи, ну, когда прощаются. А я говорю, у чьей дачи. А, у чьей дачи. Хорошо. Такое у меня слабоблудие. И, знаете, я так же этим люблю заниматься. Например, когда там начинается какая-то там передача, и я в женском обществе нахожусь, для того, чтобы вступить в контакт, я всегда говорю, что я по гороскопу дело, так что вы меня не стесняйтесь. И далее я продолжаю, что наши кадры всегда должны быть в кадре. Так что мы еще лежим лучок. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Можем, в принципе, и репчатый. Но репчатый не обязательно, потому что витамина С в зеленом локе в 60 раз больше, чем в репчатом. В 60. Так что репчатый только если для запаха. Но я думаю, что вот здесь у нас запахов полно. Но здесь очень важно понимать, потому что все синтетические витамины – это очень бледное подобие натуральных витаминов. Да, конечно. И они не так работают, как бы хотелось, как их представляют. Потому что то, что в организм вводится, не всегда нормально выводится. Так вот мы поэтому едим сырое это мясо, чтобы у нас не было термической обработки. Вот у нас сейчас все сырое. Правильно? Термический никакой. Ну, его уксус немножко мы так обмели. И, кстати, в сыром мясе сохраняются различные ферменты, которые, вернее, ферменты, которые способствуют его же перевариванию. Оказывается, когда начали исследовать, ну, допустим, пищеварение, вот не знали, почему, допустим, удал съедает кролика, и, значит, он переваривается почему-то полностью. Согласно исследованию ученых, должно быть выделиться там что-то ведра 2 соляной кислоты или жмуношно-кишечных соков. А вот скажите мне, я, например, не знаю, а вот волосы и ногти они куда деваются? Зубы, зубы, волосы и ногти. Ну, вот интересная вещь. И они решили сделать тогда такой опыт. Действительно, за счет чего удал переваривает кролика, что вот эти вот, и копыта там, если удал заглатывает, это... Ну, вот смотрите, а вот... ...зубы и шерсть и так далее. Дело в том, что соляной кислоты, да ведь только мацерация костей происходит. Вот. Замечательные слова. Такое слово интересное, мацерация. Разбухают кости, вымываются кальция, я тут слегка, но основная кость-то должна остаться. И я вот теперь дополню, оказывается, и они стали делать исследования. Значит, взяли 2 стаканчика, а в один стаканчик налили желудочно-кишечного сока, ну, допустим, человека, а в другой просто-напросто тоже желудочно-кишечный сок, но в один, значит, добавили, вернее, положили кусочек мяса варёный, вернее, даже лягушку варёную, а в другую сырую. И представляете, всё это началось перевариваться, и сырая лягушка переварилась, рассосалась, растворилась полностью. А варёная, значит, вроде начала, а потом остановилась, и сразу возник вопрос, за счёт чего? Да. И оказывается, что же происходит действительно, вот почему мы его так будем есть? Оказывается, клетка содержит внутри себя особые такие капсулы, лизосомы с ферментами. С ферментами, ааа. Вот, и соляная кислота просто-напросто разрушает мембрану клетки, входит внутрь её, и лизосомчики эти тоже открываются, капсулка. Ферменты клетки выходят наружу сырой клетки, живой клетки, то есть лягушки тоже, да? И начинается процесс переваривания своей плоти, своих, костей, своих зубов, со своими собственными ферментами. И так переваривает, значит, змеи так переваривают. А зубы? Зубы. И зубы рассасываются, всё рассасывается, так переваривается, значит, переваривают руки. Так, мы лягушек не будем есть, а то зубы рассоснутся. Вот, и оказывается Почему вот это вот и действует То есть сырой И я так понимаю, мы почему мелко все это делаем Чтобы все это было сырым Нет, сырой, во-первых, мы его будем жевать Жевательный процесс Необходим, потому что Слюна переваривает Уже начало переваривания Начинается во рту И если плохо оживает То никакого клещеврительного процесса Не будет Потому что часть должна У нас же щелочная среда во рту Часть должна перевариться именно щелочью А потом уже попадает туда В желудок, и там уже соляная кислота С ферментами И дальше уже она идет Опять переваривается Кишечники тоже Так что мы с вами Делаем блюдо Которое будет перевариваться Под действием Собственных же ферментов Которые содержатся в мясе Плюс те ферменты Которые содержатся В нашем салате Все это еще будут дополнять Что еще надо отварить? Все Немножко петрушки Не очень много Хорошо А почему петрушки не очень много? Вы знаете почему? Потому что У нас есть уже капуста Потом будет еще прочая зелень Я думаю Вот это уже резать надо помельче все Поменьше Хорошо Помельче 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 Так Я думаю что этого хватит 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 А теперь еще добавок измельчить Так что у нас получается Что употребляя вот такое вот мясо Тем самым у нас должно быть Очень легкое пищеварение Да Это очень все легко пройдет Причем полноценный будет усваиваться белок И я теперь понял Почему мы используем яблочный оксус Действительно Для того чтобы была гарантия Что там никаких паразитов не имеется Да Поэтому надо После того как с рынка пришел Вообще помыть руки А потому что деньги считают Лучше еще помыть Потому что больше всего Всякой гадости на деньгах Хорошо И значит Я так понимаю Это блюдо Которое как раз будет придавать Стройность Форму Силу Ну ладно Никогда я не пробовал Попробуем Понравится Понравится Нормально измельчил? Да-да-да Хватит Хватит Можно было бы побольше Не измельчить А оставить Пусть листики Так будут Листики Хорошо Что еще добавляем Или уже все? Нет Почему? Все Дальше Укропчик Вот какая Вся У тебя есть зелень Какая Все Все что есть в печи Все что есть в печи Все на стол И действительно Вот такое блюдо Способствует Потому что пищеварение идет Очень быстро Качественно Значит И выведение будет Нормальное Вот И человек Не будет Полнить Он будет Стройным И сильным И сильным Вы знаете И теперь я Как бы сказать Задумываюсь Или вернее Начинаю постигать Один из секретов Вашего успеха Дорогой мне успех В внешности И успеха Да-да Потому что Если человек Съедает пищу Которая Между собой Не сочетается Его клонит в сон Так же Съел И заснул Главное Только Себя не перегружать А если хочется спать Надо ложиться И спать Ведь можно Ширлиц Помните Сколько спал 30 минут 30 минут А можно спать 20 минут В принципе Цикл сонный Он как раз 20 минут Потом Потом пробуждение Потом опять 20 минут И так вот А вот как Вы пришли к творчеству Как она вас заинтересовала Потому что Творческая энергия Она самая такая Благородная Знаете что Я вам зря не сказал Резать больше Потому что Мне тоже надо будет Хорошо Я еще порежу Всего по чуть-чуть И здесь оставляем Да То есть Мы сейчас вам Сделаем Такую подушечку Здесь Скорее Шубку Шубку Много зубозавощей Хорошо Кстати Лимончик 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 вот так Лучше конечно Косточки убрать Из него Зеленцу кидаем И можно уже В принципе Масло Можно уже Поливать Так Теперь что дальше делаем Дальше туда нужно чесночку Перчику Чесночку Перчику Чесночку у вас маловато Честно сказать Так чесночок у нас Чеснок от Далка есть Это у вас Да Вам пожалуйста А мне поезд надо Хорошо У меня же Хакенпета Хакенпета Надо же И Опа Ох Как она брызнет А Люк Усилие Тогда оно безвредно Ха-ха-ха Чесночок еще Придаст дополнительную Остроту Способствует Пищеварительным Процессам И запах И запах Который Будет возбуждать Пищеварение Так И приводить К творческому процессу Действительно Творческий процесс Это процесс Огненный И если в организме Мало огня То Как правило Эти люди Ну Будут говорить С трудом Что-то там Такое Сочиняют Или что-то там Понимают И кстати Люди С творческими Наклонностями Как-то вы Наклонности Какое-то слово Придумали Ну С творческим Потенциалом Внешний Знаете Как выглядят Лысым И в очках Либо так Либо так Может и одновременно Это говорит о том Что у них силен Жизненный Принцип Желчи Который Обеспечит Творческий процесс Это согласно Восточной Философии Я ничего не придумал Может я так Сказал Смешновато Ну Бывает смешновато А бывает весело А я вот люблю Резное Все Поэтому надо нам Чтобы все Ровненько было Это блюдо У нас Называется Смотрите Сырое мясо Очень интересный вкус Главное Что это все легкое Легкое Совершенно Который Смотря на то Что здесь Действительно Зелень Не чувствуется Ничего Нет Чувствуется Что мясо От Михаила Муромова Используйте Свои практики И это блюдо Целебной Кулинарии До новых Встречи Все программы На ТВ Рассказывают О вкусной И бесполезной А то и вредной Для здоровья Кулинарии Только наша Программа Рассказывает О полезных Свойствах Продуктов И целебной Кухни Пишите нам Присылайте Свои рецепты Рассказывайте О том Как они вам Помогли Исцелиться И помните Заповедь Древних Врачевателей Пусть Лекарством Будет Пища А пища Лекарством С вами была Целебная Кулинария До новых Встреч